В нашей компании выбор был один. Ты должен служить в боевых частях. Было даже своего рода соревнование. Все, конечно, хотели служить в спецназе. Со мной служили классные ребята. Это были такие люди, что я сразу к ним привязался. Если ты хочешь выжить, ты должен сплотиться с остальными. В армии нет другого выбора. Что я помню из курса молодого бойца, это много песка, много пудры. Мы называли песок пудрой. И ты ешь эту пудру в течение всего курса. Ты ползаешь в ней, ты спишь в ней, ты ешь в ней. Ты все время в этой пудре. Познакомься, в ближайшие два года это твои товарищи, а это твоя кровать. Тогда ты будешь ночевать на базе. И так весь квартал. Утром ты просыпаешься с ними, ночью ты идешь с ними спать. Ты с ними в патрулировании, ты с ними на тренировках, ты с ними в засаде. Ты с ними... У меня были такие друзья. Как сказать? Они утром встают, слушают Зоора Аргова, варят черный кофе в турке. Такое специфическое поведение. И все это во время тренировок. Это уже не курс молодого бойца. Отношения становятся более дружескими. И командиры тоже становятся твоими друзьями. Все понимают, что теперь мы вместе, и ничего другого нет. Все понимают, что мы вместе в бою. Это товарищи, которые постоянно защищают тебя, прикрывают твою спину. Мы были в районе Хермона, у горы Дов. И там вообще тихо, никаких происшествий. Патрулирование там, в открытых джипах. И тут наступил Йом-Кипур. И произошло что-то абсолютно непонятное. Мы спим. Йом-Кипур, все тихо. Такая спокойная суббота, просто мертвая. Абсолютно ничего не происходит. И вдруг тревога. Начался минометный обстрел. Я вскочил с кровати. И меня ужалила пчела. Это было что-то, я до сих пор это помню. Пчела была тут, на затылке. Наверное, она была на мне, когда я спал. И когда я вскочил с кровати, она меня ужалила. Мы побежали в бомбоубежище. Там есть связь. И нам по ней уже кричат, патруль, патруль, где вы, где вы? Почему не отвечаете? Почему не отвечаете? И тогда командир говорит по телефону. Я направляюсь туда, посмотреть, что происходит. Проходят еще несколько минут неизвестности. А мины все еще падают. И мы не можем выйти из бомбоубежища. И вдруг командир кричит по связи. Ганнибал! Кричит «Джип горит!» «Джип горит!» «Джип горит!» «Я не вижу солдат!» Я помню, что в этот момент был уверен, что это ошибка. Я сказал, не может быть, что здесь может произойти. Скорее всего, они где-то остановились. И это, конечно же, ошибка. Это, конечно, не наш джип. И тогда командир закричал, что надо поехать туда на бронетранспортере «Пума». Мы быстро вскочили в него и двинулись в их сторону. На каком-то этапе нас остановили и сказали, что дальше нельзя. Нельзя, да и незачем. Солдат нет. Не знаю, у меня ушло много времени, чтобы это переварить. Что Бенни, Ади и Омир захвачены. Так нам сказали. Их нет. На следующее утро нас вернули обратно на позицию. Я не хотел. Помню, я не понимал, почему мы возвращаемся. Не понимал, как это может быть, что мы возвращаемся. А где же наши товарищи? Как это может быть, что мы возвращаемся без них? Было так, я помню, пришел командир. Собрал нас и сказал. Слушайте, нет никакой информации, ничего не ясно. Видимо, их захватил их из Бала. И мы не знаем, когда они вернутся. До этого момента тебе все представлялось своего рода игрой. Все так хорошо, мы вместе. Ты не веришь, что может произойти что-то плохое. Что сломает тебя. Сломает тебя полностью. Разрушит твою наивность. Это хорошее. Это вместе. Я помню это. Это нас просто убило. Трое наших захваченных товарищей Ади Ави Тан, Бенни Авраам и Омир Суает не вернулись домой. Мне было очень странно, потому что я должен был быть там вместо него, вместо Ади. Мы поменялись дежурствами, и я должен был быть там. Это было мое дежурство. Много лет терзала меня эта мысль, что это я должен был быть там. Через несколько дней мы встретились с их родителями. Там, я помню, было очень непросто. Помню, я не мог сказать матери Ади, что это я должен был быть там. Когда мы встречаемся сегодня, мы снова становимся той семьей, которой были. Тот, кто не был в армии, не сможет понять, о чем я говорю. Он никогда не испытывал это чувство настоящей дружбы. Товарищи, которые с тобой на всем пути. Даже когда вы демобилизовались из армии, они с тобой. Клик, и происходит соединение, и вы... что-то склеивает вас вместе, и все. Вы остаетесь вместе на всю жизнь. Моя мама иногда спрашивает себя, стоило ли переезжать в Израиль. Весь этот кошмар, что я перенес. А я говорю ей, что армия — это лучшее, что у меня было в жизни. Это счастье, что мы переехали сюда, в Израиль. Это счастье, что я это пережил. И счастье, что у меня есть такие товарищи на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова